Прифч одел, настало лето, и все идут в походы. А в походах обычно принято играть песни на гитаре. И раньше существовали такие люди, которые специально для этого сочиняли всякие песни. Они придумали, как их играть. Играют их все одинаково. Иногда таких людей называют бардами, а такие песни бардовскими. Но я считаю, что это в корне неверный подход, потому что если ты идешь в поход бардом, то это большая ошибка. Я бы лучше пошел паладином, ну или чародеем. Есть два способа игры таких песен. Это играть 4 четверти и 3 четверти. Причем аккорды в основном не меняются. Сейчас покажу. 4 четверти это всем привычный наш бой. Вот такой. Ну и так далее. 3 четверти немного посложнее, но мы же с вами учимся. Уже третий урок. Поэтому придется выучить, если хотите. Играть в походе песни на гитаре. Не знаю зачем. Делается это вот так. В остальном все одинаково. Надо только понять, какие песни подходят под 3 четверти, а какие под 4 четверти. Но это тоже экспериментальным методом можно несложно выяснить. Главный принцип остается неизменным. Все хотели петь песни вместе, подпевать, но текста никто не знал. Поэтому придумали такую хитрую штуку, как повторение через А7. А7 это вот такой аккорд. То есть, когда заканчивается куплет. Идет А7 и потом повторение последнего четверостища. Ну сейчас все поймете. Так вышло, что вот эти люди, которые писали эти походные песни, больше не пишут этих песен по разным причинам. И мы существуем в таком информационном поле, когда популярны совсем другие песни. Песни другого характера. Ну что ж теперь, ничего не петь что ли из-за этого в походах? Конечно нет. Сейчас мы, как всегда, выясним нужную формулу. И сможем подставить любой текст под эту херню. Классический пример походной песни это песня «Перевал». Конечно, походники извратили оригинал до неузнаваемости. Сейчас вот послушайте, как песня звучала в оригинале, и поймете всю боль и страдания поэта, который сочинял это. Видно, нечего нам больше скрывать. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое прожито зря. Но не в этом понимаешь ли соль. Видишь, падают дожди октября. Видишь, старый дом стоит средь лесов. Но безжалостная массовая культура диктует свои тенденции, и нам приходится подстраиваться. Поэтому сейчас это все звучит так. Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое прожито зря, не зря. Но не в этом понимаешь ли соль. Видишь, падают дожди октября. Слышишь, старый дом стоит средь лесов. Видно, прожитое прожито зря, не зря. Но не в этом понимаешь ли соль. Слышишь, падают дожди октября. Видишь, старый дом стоит средь лесов. Пора в дорогу, старина, подъем, пропет. Ведь ты же сам мечтал услышать, старина. Как на заре стучатся волны в парапет. И чуть звенит, как же так, первая струна. Дожди размоют отпечатки наших дед. Загородит дорогу горная стена. Но мы пройдем грянуть волны в парапет. И зазвенит, как же так, первая струна. А было лето, было лето. Царицинский военкомат Измерить скорость интернета. Чехол для Асус, мемопат. Маринование Сибаса Здесь непрожаренное мясо Программа телепередач Как рисовать в футболе мяч Маринование Сибаса Здесь непрожаренное мясо Программа телепередач Как рисовать в футболе мяч Мой братан, тигр, 24 на 7 Тигр знает всегда свою цель Тигр каждый день только наверх Тигр, мой братан, тигр забирает всегда свое Тигр знает о нем весь район Тигр своя игра, и он в ней Тигр мой братан, тигр забирает всегда свое Тигр знает о нем весь район Тигр своя игра, и он в ней Ну и так далее Но бывают песни, которые не подходят в 4 четверти И надо их петь в 3 четверти Например, тоже классическая композиция Ночь притаилась за окном О чем-то дальнем, неземном О чем-то близком и родном Сгорая плачут свечи Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены Тих и печален ручей у янтарной сосны Пеплом несмелым подернулись угли костра Нет, ну это уныние какое, как так можно играть-то вообще Никакого надрыва, никаких эмоций Милая моя, солнышко лесное Где, в каких краях встретишься со мною Милая моя, солнышко лесное Где, в каких краях встретишься со мною Милая моя, солнышко лесное Милая моя, солнышко лесное